всем привет в этом видео я дам вам уникальную информацию по теме влияние микродозинга красного мухомора на сознание могу сказать что это не только теоретическая информация но и та часть которая была мной добыта из открытых источников в интернете до из изучения поведения людей отзывов моих клиентов по моему магазину на тропов да и моему личному опыту который у меня был достаточно внушительный в использовании этой добавки так вот что я хочу сказать вам вообще вкратце про психоделики как они работают у них есть одна очень удивительная способность за счет которой микродозинг различных психоделиков оказывал благотворное влияние на психическое здоровье ну точнее не на психическое здоровье а нас именно самочувствие человека почему человек выходит из депрессии почему у него снижается уровень тревоги и так далее так вот у психоделиков есть одно очень интересное свойство когда мы изучаем именно сознание до психоделики приводят к изменению мировоззрения и метафизических убеждений использование психоделиков ассоциировалась со сдвигом от материализма и физикализма иными словами если проложить шкалу слева будет находиться человек в самой левой точке до который абсолютно считает материю первичной и он воспринимает в основном все что происходит вот в объективной реальности считает что именно на это нужно опираться то есть он верит в науку ему чужды психологии эзотерика и все вот эти вот духовные практики а справа находится девочка которая занимается медитациями верит в то что привив себе денежное мышление она сможет разбогатеть и постоянно экспериментирует с какими-то вот религиозными возможно мероприятиями скажем так процедурами да то ваше пребывание на этой шкале будет смещено в правую сторону то есть представьте что вы находились где-то в минус трех пунктах ближе к материальному мировосприятию после приема психоделиков вы будете перенесены куда-то правее и соответственно вот это вот величина перехождение в правую сторону она будет зависеть сугубо от дозировки от того как на вас это работает да ну и от продолжительности приема то есть люди которые переживают какой-то trip до что я ни в коем случае не рекомендую принимают ударные дозы они на время попадают в это состояние эзотерическое переживают какой-то духовный опыт что называется да и после этого они верят в бога или верят в то что они смогут существовать после жизни в каком-то отдельном измерении почему потому что они пережили это ощущение то есть оно в нас шито и оно воспринимается как истина даже если они будут понимать что это возможно какая-то галлюцинация на уровне ощущения они будут думать что все равно что-то после жизни есть то есть они станут больше идеалистами на сторонниками того что первично сознание все остальное материи это уже вторично и если человек принимает микродозинг то он очень очень плавно продвигается в правую сторону и ну это наблюдается на протяжении длительного промежутка времени то есть он не может резко туда перескочить вот но такой эффект действительно будет ощутим на длительном интервале времени и что самое важное вот этот самый сдвиг от жесткого материализма улучшает психическое благополучие людей то есть те эффекты улучшения ментального здоровья которые наблюдаются за вот таким мировосприятием они начинают проявляться и люди чувствуют себя лучше то есть именно жесткий материализм и физикализм он делает людей более депрессивными те люди которые считают основой всего вот это вот материальное они как правило живут как загнанные лошади ну может быть это так стоит объяснить да а может быть вся суть заключается в том что эти люди считают что после жизни их ждет смерть и полное исчезновение и поэтому они не могут толком расслабиться они все равно воспринимают жизнь как некую конечную такую субстанцию которая рано или поздно прекратит свое существование и им приходится с этим мириться а те люди которые как раз таки находятся где-то посередине они не могут быть до конца уверены что жизнь заключается только существование материального тела и чтобы вы понимали для таких людей это не просто полет мысли то что они напридумывали это то что они реально ощущают внутри себя и поэтому их существование на этой земле на вот сугубо материальной объективной она становится менее депрессивным и менее бессмысленным понимаете в чем дело и поэтому эти люди испытывают больше радости но стоит взглянуть на все это совершенно иной стороны я же сказал что видео будет называться побочные все эффекты психоделиков да и поэтому я должен это обобщить если прием психоделиков длительный и у вас есть какая-то особая чувствительность ко всему этому впоследствии да вы можете попасть как раз таки в состоянии вот этой помешанной на эзотерике девочки особенно если вы изначально были ближе к правой стороне по своему мировоззрению то есть если вы изначально не были особо материалистичны то на мой взгляд вы станете еще большим фанатиком всех этих идей духовных практик вот этих вот состояния осознанности и со временем вы будете еще меньше воспринимать материальный мир как это будет проявляться в вашей жизни это будет проявляться следующим образом представьте себе есть реально люди которые в принципе не имеют особых денег но они живут с таким в ужасных до условиях но они воспринимают это как нечто позитивное как будто это жизнь им дана для сплошного наслаждения и в принципе и боль и какие-то там и печали все остальное это вот тоже хороший жизненный опыт и они не стремятся особо улучшать свою жизнь хотя могут объективно могут им ничего не мешает казалось бы что в этом плохого да люди могут просто воспринимать более позитивно происходящее в их жизни но дело в том что в некоторых ситуациях нам как раз таки нужно воспринимать произошедшее с нами как негативное для того чтобы расти и развиваться и без этого роста и развития не будет абсолютно не будет это люди которых порвался ботинок ну не в ботинках же счастье я буду ходить в руаном ботинке не в деньгах счастье понимаете я найду на помойке сейчас какую-то кофту вот какое великое благо на помойку выкинули на к и наконец-то кофту прекрасно зачем зарабатывать на одежду можно же подбирать все с помойки жизнь нам дает все что мы требуем да вот вот она под ногами у нас лежит мы просто этого не замечаем вот в такого человека может превратиться тот кто изначально был склонен к вот этому духовному мировосприятию так скажем еще дополнительно попринимал психоделики и он оказался просто заперт в этом состоянии он вообще теперь не будет иметь связь с реальной жизнью то есть он вообще не будет понимать для чего работать для чего что-то делать да для чего чего-то добиваться но если вы человек который жил в жестком материализме как я собственно то вы получите ряд плюсов от этого потому что вы будете теперь видите ту и другую сторону вы будете видеть как внешний мир так и внутренний мир а большая проблема материалистов в том что они не видят внутренний мир то есть они сконцентрированы на внешнем. Надо заработать, надо получить реальные навыки, надо там, не знаю, продажи делать, надо вот что-то подобное. И когда они понимают, что у них возникают ментальные проблемы, они не знают, что с этим делать, потому что они не видят причин. И они начинают искать их во внешнем мире, хотя эти проблемы находятся именно во внутреннем мире. И там их нужно искать. И психоделики понимают это понять и найти эти проблемы. Вот. И после этого опыта, по сути, я изменился колоссально. Вы это сами замечали. Вы это видели. И потом, когда я вернулся, вот, наверное, в текущее состояние, да, я понимаю, что есть и та, и другая сторона, и нужно находиться где-то посередине. Так вот, на мой взгляд, самое лучшее психическое состояние как раз-таки посередине между этими двумя проявлениями. Между жестким материализмом и идеализмом. То есть нужно видеть сразу две стороны медали. И только тогда вы будете целостно воспринимать жизнь. То есть вы видите и внешний мир, и внутренний мир себя, да, потому вы должны понимать, что каждое событие, которое происходит у вас в жизни, оно есть как в объективной реальности, так и его отражение в вашей субъективной реальности, оно настолько же важно, да. То есть важен и сам объект, и то, что вы думаете про этот объект. Материалисты думают, что важен только сам объект, эзотерики думают, что важно то, что вы думаете об этом объекте, сам объект не важен. На самом деле важно и то, и другое. Вот такое я могу вам дать объяснение. Материалисты отталкиваются от материи или объекта, и очень часто они путают свое собственное мнение, то есть субъективную реальность, с объективной реальностью, считая свое мнение такой же абсолютно обычной частью этой объективной реальности. При этом идеалисты, напротив, отталкиваются от сознания, и таким образом они часто принимают объективную реальность за нечто субъективное. Таким образом материалист чаще всего считает, что его проблемы в жизни, они объективны, то есть не хватает денег действительно, внешний вид действительно плохой, то есть поэтому нужно обязательно зарабатывать еще больше денег, еще сильнее улучшать свой внешний вид и так далее. Идеалист, в свою очередь, может считать, что наоборот, объективная реальность, вот эта вот, она зависит от его субъективного восприятия, и поэтому он всегда проблему будет приписывать своему психическому состоянию. Например, то, что у него не хватает денег, он обязательно будет это воспринимать через призму того, что это его какая-то психологическая проблема. Или то, что у него плохой внешний вид, он всегда будет приписывать тому, что он в себе не уверен. Хотя эти данные могут быть объективны. Таким образом, материалисты склонны свои психические расстройства связывать с физическими состояниями, а идеалисты, наоборот, свои физические состояния связывают с какими-то своими психическими расстройствами, то есть с психосоматикой. Второй момент, связанный с побочным эффектом микродозинга красного мухомора, в частности, и с другими психоделиками, это то, что у людей обнаруживается повышенная внушаемость. То есть это значит, что люди, которые принимают подобные вещества, им легче внушить какую-то идею. То есть вот этот момент, когда открывается ваш внутренний мир из-за воздействия на ГАМК-рецептор, на МДА-рецептор и так далее, да, он позволяет некоторым дурным мыслям проникать в вашу голову. И, соответственно, если вы будете взаимодействовать с людьми, которые разводят вас на что-то, да, и пытаются вытащить из вас как можно больше денег, то у них это получится с большей вероятностью. То есть ваше критическое мышление, оно засыпает. У этого есть и плюсы, и минусы. Плюсы в том, что если вы будете ходить на сеанс психотерапии, то он будет более продуктивным для вас. Если же в этот момент вы будете взаимодействовать с какой-то сектой, да, и с каким-то инфо-цыганом, то он с большей вероятностью извлечет из вас деньги. Вот и все. То есть элементарно это работает именно таким образом. Иногда нам полезно быть внушаемыми, чтобы учиться чему-то новому, потому что когда вы находитесь в состоянии вот этого повышенного критического мышления, отрицания всего, что вам предлагается в качестве новой информации, это, конечно же, плохо. Потому что вы не можете воспринимать новую информацию, вы остаетесь таким консерватором, заложником своих старых каких-то убеждений, мнений и всего остального. Но если вы принимаете психоделики, соответственно, к вам могут, наоборот, проникать многие новые мысли. Поэтому нужно тщательно фильтровать ту информацию, которую вы получаете. Нужно быть уверенным в источнике этой информации. И нужно выбирать себе, скажем так, человека, с которым вы будете заниматься, да, исправлять какие-то там ментальные расстройства и все остальное. Вам нельзя в тот момент времени впускать в себя что-то, что несет вам вред, да, в вашей психике. Это с большей вероятностью может попасть в ваше бессознательное и остаться там навсегда. Об этом я, кстати, говорил в видео, которое выпустил на Бусти, в открытом доступе, кстати, про Павла Дмитриева и его секту. Вот именно там этот механизм в действии. То есть он кормит людей психоделиками, внушает им проблемы, из-за которых они хотят ему отдать деньги, ну и так далее. То есть вот этот вот замкнутый круг. Таким образом он как раз-таки переводит людей вот в это вот состояние повышенной внушаемости, закидывает туда идеи о том, почему у него нужно покупать курсы и все прочее. И на этом держится его секта. И в чем прикол? Люди даже потом никогда не поймут, что они сделали это сугубо из-за его манипуляции. Они будут думать, что они сами к этому пришли. Вот именно так нужно было сделать. Даже если они в кредит взяли миллион рублей, ему их отдали, а потом выплачивают все это время, а жизнь никак не изменилась. Они все равно будут думать, что это, короче, классное такое стечение событий. И последний побочный эффект, о котором я должен был сказать вам, это неконфликтность. Об этом, кстати, говорится в фильме «Вещество» 2011 года. Этот фильм обязателен вам к просмотру 100%, кто хочет в этом разобраться. Там говорится, ну это документальный фильм, на реальных событиях о том, как ЛСД появился, как он просочился на улице и какие течения потом возникли. Что произошло как раз-таки с общественным сознанием после того, как появился ЛСД. Не буду спойлерить и обо всем рассказывать, интереснее смотреть. Вот. Но там как раз-таки говорится о том, что возникла вот эта некая волна хиппи, людей, которые абсолютно не конфликтны, которые абсолютно не могут быть заинтересованы в какой-то политической пропаганде. И люди, которые, в общем-то, наслаждаются жизнью, и они не видят смысла там совершенствоваться до бесконечности, страдать от чего-то в жизни, ну и так далее. То есть жизнь полная, по сути, ярких красок, наслаждений, на расслабоне, на релаксе. Вот. Хиппи, короче, возникли по большому счету как побочный эффект влияния психоделиков на мозг. Можете это именно так воспринимать. То есть это вот некое мировоззрение, которое возникает у людей под влиянием психоделиков. И эти люди, они абсолютно не конфликтны. То есть они пацифисты, они не настроены на какую-то открытую агрессию. Имеет ли это для вас плюсы в повседневной жизни или только минусы? Плюсы в том, что эти люди, они и не воспринимают проблемы как проблемы. То есть если на вас кто-то обрасывает с агрессией, с какими-то обвинениями, заинтересован в конфликте, то вы просто можете легко свести это на нет. Ну, таких ситуаций будет просто меньше в вашей жизни, да, потому что вы не будете их находить, воспринимать даже. Поэтому вы будете менее склонны к тому, чтобы создавать такие конфликты в жизни и менее склонны, чтобы на конфликты отвечать. И я не знаю, как вы поведете себя в ситуации, когда на вас начнет кто-то нападать, да, или там что-то будет угрожать вашей жизни, но вы будете менее склонны к тому, чтобы производить какие-то решительные подобные действия, да. Я боюсь, что в условиях, когда вам нужно каждый день от чего-то защищаться, это будет не совсем продуктивно, расслабиться и все принять, да. Но что совершенно точно, вы будете воспринимать это как что-то естественное абсолютно. Вы не будете понимать, почему люди устраивают проблемы на ровном месте, почему они там друг другом постоянно недовольны и все остальное. То есть в эту сторону ваше сознание будет смещаться. И если мы касаемся микродозинга, то мы должны понимать, что эти сдвиги будут происходить крайне медленно и эффект будет накопительный. Но за год, за два года будут ощущаться изменения, даже если человек это делает какими-то курсами по два месяца, по три месяца. То есть вот эти сдвиги, они будут постепенно происходить. Если же человек использует ударные дозы, триповые, да, то эти изменения будут резкими и заметными, стремительными. То есть и они будут сопровождаться там галлюцинациями, изменением резким мировосприятием, таким, что там человек, не знаю, ощущает себя одним целым с природой. Но в случае микродозинга ничего такого не будет. То есть это будет все происходить плавно и незаметно, но в итоге человек приходит примерно к тому же по своему мировоощущению, да, пусть чуть менее выражено. Вот. И никогда это не произойдет вот так резко. И последнее, что я еще хотел бы дополнить, это тот факт, что люди, которые имеют определенные серьезные психические заболевания, например, шизофрения или склонны к психозам, у этих людей все это может проявиться, даже при микродозинге. Поэтому ни в коем случае, если у вас есть психические расстройства подобные, серьезные, да, лучше ничего не принимать. Или какая-то маниакальность там, ну и подобные вещи. Потому что такие эксперименты ничем хорошим не заканчиваются. Что касается триповых доз, то лучше вообще никому в жизни не принимать. Вообще никому. Тем более без присмотра со стороны других людей. Потому что некоторые люди элементарно выпрыгивают в окно. От триповых доз. Данный обзор дан вам в ознакомительных целях. Как хотите, так и можете эту информацию использовать. Всем спасибо за внимание. На этом все. С вами был Йети. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok